И снова поплыли. Тенге продолжает отступать под давлением долларов. Впервые с февраля 2016 года национальная валюта показывает худший результат – 370. Ситуация удивляет тем, что ослабление тенге происходит на фоне значительного роста нефти. Так почему наша валюта не поддается лечению и что будет дальше? Нургали Карабаев выяснял. Тенге так и не укрепился. Хотя было мнение, что выше 360 национальная валюта не упадет. Илье не дадут упасть. Даже в нацбанке говорили, что в случае необходимости готовы сгладить скачки курса. Чего, видимо, не произошло. Итог на бирже курс 367 в обменниках 368 и выше. Но один из главных доноров нацвалюты – нефть – уверенно идет вверх. Если две недели назад доллар стоил 360 деньги, а баррель – 72 доллара, за это время черное золото подорожало на 6 пунктов. А наши деньги потеряли 8 позиций. В конце 2017 года ФРС перешла к повышению процентной ставки. Это раз. Во-вторых, они начали изымать долларовую ликвидность из оборота. Повышение процентной ставки приводит к тому, что в американские ценные бумаги стало выгодно вкладываться. Отсюда мы получаем обратный отток. Вот она база, по которой у нас сейчас деньги девальвируются. Очевидно, что дорогой доллар скажется и на инфляции, а Нацбанк планирует удержать ее до конца года в пределах 5-7%. Но когда озвучивались эти цифры, американец стоил 331 тенге. С тех пор заокеанская валюта потяжелела на 10%. Отсюда вопрос, сможет ли регулятор справиться с поставленной задачей и избежать серьезного скачка цен в Казахстане. Есть всегда один совет. Берете депозитную ставку, умножаете на 2. Смело. И вы получаете реальную ставку. Инфляция. Поэтому удержать нет не получится. Нарисовать цифры? Да, можем. В среднем банковские депозиты у нас в районе 10%. Конечно, хочется верить, что инфляция не будет выше данных Нацбанка. Но что будет завтра, сказать сложно. Как и с прогнозом курса. Доллар может как упасть, так и вырасти. Есть мнение, что до конца года американец может доползти и до 380. Но это только прогноз. Они не всегда сбываются. Нургали Карабаев, Думан Сулейменов, Информбюро, Алматы.